МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Недостатковая профилактика. Проблемы гибели людей от внешних причин проанализовали у Добруши. Уборочная кампания набирает обороты. Господарки региона намолотили 50 тысяч тонн сборжа. Подтримка приватной инициативы. Парламентары у Гомеля обмерковали пытания развития малого и среднего бизнеса. Выстава спецтехники и макчимость отшут себе выратовальникам. Сегодня прошли урочистости с нагоды на доходящего свято пожарной службы. У ближайшие 15 хвилин про это и иншее больше подробязно. Проблемы гибели людей от внешних причин напереда неудобрыши проанализовали представники Улады. У райвы конками отбылась нарада по деятельности наглядальных комиссий и субъектов профилактики. Подробязности в наступном материале. Головная отметная рыса посаджения – концентрация на конкретных проблемах. Яны в практичной работе, наглядальных комиссий, субъектов профилактики безумолно иснуют. И в этом контексте место для размова обрана не выпадкова. Сярод района Угомельской области по колькости нешастных здоровенью и гибели людей – Добружский уперших родках. Меня, как зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних, больше всего волнует организация работы в Добружском районе. При посещении семей, где воспитываются дети, это многодетные, это малобеспеченные, это семьи, где проживают дети, признанные в социально опасном положении или находятся на различных видах учета. Самое главное, что в этот летний период, это чтобы эти дети не оставались один на один, для того, чтобы за ними был соответствующий год и занятость их. С початку года в регионе 16 нешастных выпадков, две гибели детей, два суицида. Проблема крыется не только у якости работы комиссий. Недостатково наладжено взаимодействие межведомостных групп по выявлению социального недобробыту. У большей половины нешастных выпадков с детьми минавито несвоечасовая размова с батьками приводила до трахеды. В целом, если говорить, закончилось первое полугодие 2017 года. И обстановка в области, она сложилась благоприятной по сравнению с прошлым годом. У нас уменьшение количества пожаров на 17% и на 10% количество погибших людей от них. Если брать Добружский район, то здесь тоже наблюдается снижение количества пожаров и погибших людей. В целом, по сравнению с прошлым годом, это одинаковое количество, два человека. Но, к сожалению, это единственный район, где произошел пожар с гибелью ребенка. И именно сегодня цель данного совещания – это еще раз послушать субъектов профилактики правонарушений, руководство именно областного уровня, которые, в принципе, выехали в район, дали оценку своим местным службам и посмотрели именно те проблемы, которые сегодня существуют в рамках взаимодействия, чтобы таких подобных фактов больше на районе не происходило. У летку были выпадки, когда дети заканчивали життя без перешкодного доступа до высоковольтных линий. Заставшиеся без догляду падали у колодежи и гинули под завалом по пуду. Там у нарады, на яких будут разглядать конкретные проблемы, войдут в практику. В офицейном взвороте облаканкама до отказных ведомств по этой теме есть специальные доручения. Александр Гамолин, Астасия Кучинская, Александр Харлампа. У телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшине набирая обороты уборочная кампания. Да и ее проступили во всех районах в области. Все летотехника вышла на палетки позднее, чем в минулом году. Это связано с холодной весной и поздним поспеванием культур. И тем не менее, урожай чакается неадренный. На данный момент убрано 5% посевных площадок. Дмитрий Котов наведал Рэшинский район, где зараз самый высокий намолот зерня, свыше 15 тысяч тонн. На палетках КСУП «Агрокомбинат Холмич» працуют 10 комбайнов. Механизаторы повинны убрать 3000 гектаров. Коли на дворе не буди перешкоджать, гэта отрымается зарабить приблизно за 2 тыдни. У сонешний день тут намолочуют до 900 тонн. Коли часом идёт дождь, то гэта лишь бы снижается у некальки разов. Зараз уборочная проходит на площах, які крыху потерпели у вынику засухи. Тут отрымливают 43,7 центнеров с гектара. А лекалифронт работ переместится на инши земли, уроджайность повысится до 50 центнеров. Весна была затяжная, длинная, долгая. Плохо для нас было то, что у нас она была засушливая. Вот везде шли дожди. У нас практически за три месяца хороших дождей не было. И вот это сказалось и на развитии растений. Ну, чтобы так сильно сказалось на урожайности, я думаю, что получим мы не меньше, чем в прошлом году. Мы так планируем и виды на урожай показывают. Ну, всё зависит, что от погоды. Если не будет никаких катаклизмов, изменений, я думаю, урожай мы получим и вал зерна не меньше прошлого года. Некоторые земли потерпели у вынеку засушливой весны и у Каугаси 50 годов кострышника. Однако на планы господарки это не повплывало. Тут выполнены в добрых перспективах уборочной кампании. Урожай планует не меньше за минулогодний – 7 тысяч тонн сбожжа. Это гахопить, как забеспечить жевелогадовлю якосными кормами и реализовать зерню в кошт держзаказа. У сего на комбинаты хлебопродуктов региона необходимо поставить 770 тонн пшаницы, жито и олса. Задаша будет выконана у ближайшие дни. Исход зерно, которое получим, хватит для того, чтобы рассчитаться и продать необходимое количество государству. В настоящее время большое количество. Мы отправляем на хранение на комбинаты с той целью, чтобы в дальнейшем с него сделать комбикорма. И мы используем для своего животноводства. Агулина-Молот господарок региона зараскладая коля 50 тысяч тонн сбожжа. Треть областного каравая забеспечили Решицкие аграры. На их палетках отзначена и самая высокая средняя урожайность – 33 центнера с гектара. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Решицкий район. Завершился рабочий визит у «Гомель» членов постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода по экономике, бюджете и финансах. Головная тема с встречи – поддержка предпринимательской инициативы как фактор развития малого и среднего бизнеса. Парламентарии наведали предпринимательства областного центра и обмерковали убаченное за круглым столом. Ганна Ковалева протягнет тема. Грометаховый творчесть задовольняет потребы мясового рынка, а импортозамящение – это важкий аргумент, как развивать белорусский бизнес. Вы знаете, очень актуальная тема, потому что действительно сегодня развитие малого и среднего бизнеса, оно даст большой толчок нашей экономике в целом. Упрощая схему и налоговложения, и земельного кодекса, а также минимальные цены на трудственную недвижимость помогут бизнесу развиваться. А развитие сопутствует с какими-то инновационными идеями. И самое главное, чтобы в этой ситуации было создание новых рабочих мест. Наступный пункт программы – Гомельский технопарк. Мытые его деятельности створать умовы для коммерциализации инновационных идей и не допустить оттоку специалистов за мяжу. Спрощенная система податка-обкладания, льготная аренда офисов – это допомагает малому бизнесу стартовать. Но только этого недостатково существуют факторы, которые перешкоджают предпринимательство динамично развиваться. По раннейшему актуальная тема – снижение администрационных барьеров и спрашивание законодательства. Этот вопрос поднят, чтобы снять ту нагрузку, которая есть на бизнес, я имею в виду, излишние проверки, излишние инструкции еще 50-х годов. И они не всегда уже соответствуют тем реалям, которые происходят у нас в республике. Поэтому этот вопрос сейчас я как раз вхожу в комиссию по обсуждению и снятию этих вопросов при президенте. Подчас размовы за круглым столом было огучено, что пылные зрухи в этом накерунке уже отбылись. На протягу полгода ишел сбор информации. У який бок менять законы запытали у самих бизнесменов. Удельничали в этой справе усе без выключения держорганы. Выником стал проект нового декрета. Уже подготовлен пакет очень серьезных документов. Находится на завершающей стадии проект декрета об упрощении. В качестве примеров я хотел бы привести, были проанализированы и собраны воедино, например, все пожарные нормы. Оказалось 586 пунктов. Потом взяли, ну, как говорится, топор, которым отсекли все, что можно передать на уровень саморегулирования. Осталось всего 58 пунктов. Из санитарных норм было 1100. Осталось тоже более чем в 10 раз сократили количество. Документ уразы поменьшить подробование до бизнесу. Кончатковое за отверджение декрета – это пытание некольких тыдня. Але уже зараз у некоторых районах краины отзначены видовочный рост регистрации индивидуальных предпринимальников. Увогу ли такая промая работа с пропановами бизнесменов, да помогая бачить полную картину и вызначать безпроигрышные шляхи развития бизнесу. До Гомеля с этой мытой специалисты наведали мы елеу и Гродно. И такая работа будет протягиваться. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, отели радио «Кампания Гомель». Будавать жилье по-новому. 6-го жнивня уступит усилу указ номер 240 об адресных жильевых субсидиях. Кто будет иметь на их право, какие банки начнут выдавать на это кредиты, как у Вогуля будет денежать новая система держподтримки. Об этом ишла размова по час областного семинара для наместников старшинь райвы «Канкамов», которые курируют в будущую сферу. Зараз такие встречи проводятся во всех регионах Беларуси. Тему протягнет Марина Джалая. Одновременно от директивного, удаденном выпадку льготного кредитования, одно с потребованием Международного валютного фонду для дальнейшего выделения Беларуси кредитов. По колью работу по новому указу включились два банки – Беларусьбанк и Белограпрамбанк. Яны выделили на программу кредитования 135 миллионов рублей. Что до принципа, по яким будет денежать адресное субсидирование, то ён наступный. При наближении черги на жилье льготнику приходит оповещение. Коль он згодный удельничать у программе, пише заяву и заключает договор об кредитовании. Пери от кредитования не больше к 20 году. Далее громадянин бере кредит у банку под коммерцейный процент, а выконкам вызначает помер субсиды. У залежности от ставки рефинансования. Зараз формируется пиралик объектов, будовництво яких будет финансоваться с притягнением адресных субсиды. Размова про коммерцейных забудовщиков пакуль не идти. Субсиды будут предоставляться на выплату частки процентов. Аж мадетным и молодым семьям, а так само детям-сиротам. И на пагашение частки основного долгу. Принциповая розница в том, что, коли зараз компенсация с бюджету и льготных кредитов предоставляется банкам, то по новому указу яна будет идти грамадянам. Если говорить о том, сколько придется платить человеку, который взял такой кредит, то схема указа предусматривает примерное равенство платежей. Как по 13 указу, так и по 240. А кроме того, махчима будет протягнуто от деяния указа номер 585, який регулирует пытание держпотрымки при будовництве жилья. Он повинен бы успенить свое деяние 6-го женивня, одразу после уступления у силу 240-го. Меж тем, у Минбуд архитектуры признали за участной отмену 585 указа так худко. Молодые шмадетные семьи ранее могли взять коммерцейный кредит у банку под 19-20% годовых. Держава компенсовала им процент, ровный ставцы рефинансования, повеличенный на 2%. Таким чином кредит был подъемным и складал около 5% годовых. Але компенсация по кредите отбывалась только после сдачи дома. Частка домов для покупки квартиры, у яких люди взяли кредиты, будет сдадена у другой полови этого года, альбо на початку наступного. Таким чином люди повинны были платить проценты по коммерцейным кредитам. Своей отменой, конечно, вызвал некое волнение в обществе, потому что кто-то не смог в полной мере воспользоваться этим указом. Но я бы хотел обратить внимание на то, что происходит концентрация ресурсов именно на тех, кто является очередниками, и государственная поддержка оказывается в порядке очереди. 585-й очередности такой не предусматривал. Поэтому и было принято решение той группой разработчиков, которая занималась новой схемой субсидирования, о прекращении деятельности этого указа. Тем не менее, сейчас, учитывая вот такое общественное мнение, министерство обратилось в администрацию президента для того, чтобы, может быть, сохранить возможность субсидирования через 585-й указ, то есть оказание финансовой помощи, тем, кто заключил договоры или заключит договоры до периода вступления в действие 240-го указа. Нагадаем, зарабить это треба до 6-го женивня. Если день указа протягнется, то отримать компенсацию смогут все граждане, которые будут в квартире в домах, сдачи которых заплановано на конец этого, в начале будущего года. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Сегодня у «Гомель» пройшли святочные мероприемства с нагодой надыходящего свято-выратовальника. Днем пожарной службы, пероемнице, якой стало Министерство по надзвучайных ситуациях, лишится 25-е липеня. Стольки вратовальной техники разом калялядового палаца собрали со святочной нагоды. Это демонстрация сучасных машинностей областного управления. Выстава цикавая людям любого взрослого, особенно самым маленьким. Кожный змог не только доследовать технику и инструменты, а и применить их на практице. Напрыгать, пройти праздымовую камеру, перорезать металличный пруд, посадеть за рулем пожарной машины. Найбольшей популярностью корыстались автоподъемники. До их выстроились от шерохи. С «Гомельским управлением» уже на протяжении нескольких лет мы обмениваемся опытом в вопросах предупреждения пожаров, черечайных ситуаций, взаимодействуем в рамках подготовки детей. Школы безопасности. Безусловно, обмениваюсь опытом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Накануне праздника я всех спасателей Гомельщины, не только Гомельщины, но и Республики Беларусь, поздравляю с профессиональным праздником, успехов, удачи, здоровья, новых профессиональных успехов в службе и благополучия семьям. Мирного неба над головой. Поменьше ЧАЭС, поменьше нам выездов, а мирному населению спокойствие. Ну и они находятся под надежной защитой службы спасения. И это была пошная информация о выпуске. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин